Друзья, приветствую! Продолжаю разгребать посылку от Александра из Московской области. Сегодня проверю образцы масла Матюль 8100XCLEAN EFE530. Это масло C23 с мерседесовскими допусками 229.52. Так, значит, вот описание, но это не это масло, это последнее масло из данной посылки, которое будет в одном из следующих видео. Это Лукойл Авангард Ультра 540. И вот образцы данных масел. Значит, первое, Volkswagen Special, я уже выкладывал ролик. Второй ролик был про Лукойл Армартек Дизель 530. Ну и сейчас вот два образца очередных, как я уже сказал, это Матюль. Так, вот все образцы, половину уже тут показал вам, проверил. Ну и давайте приступим. Так, эталона данного масла у меня тоже не было, поэтому сейчас обновлю спектрограмму на болваночке ранее созданной. Посмотрим, что намерит прибор, какие показатели. Создам эталон и можно будет проверять отработку. Так, вот такая спектрограмма, видно, что есть эстеры и приличный такой бугорок. Вот, как бы можно оценить, так, наверное, 12 сотых, ой, не 12, 14. Примерно я бы оценил это в 3%. То есть достаточно высокий уровень эстеров. Выбираю данное масло, выбираю пункты, по которым анализируются, лимиты. И посмотрите, что намерил прибор. Противоизносных присадок 110%. Такой достаточно жирненький пакет. Так, гликоль в нули, как отправные точки. Сажу тоже самое. И посмотрите, значит, кислотное прибор намерил 2,3 и щелочное 6,6. Но, учитывая то, что высокий уровень эстеров, они, как вы знаете, многие из вас знают, вернее, что завышают кислотное, занижают щелочное. Поэтому я подправлю по щелочное по данным производителя 7,8, а кислотное чуть-чуть пониже уже из-за того, что оно завышено. Так, все, эталон создан, сохранен. Можно приступать, так, это Mercedes Vian 2011 года, 2,2, мотор OM 651, дизельный, 163 силы, объем масла 9 литров, EGR отключен, пробег более 300 тысяч километров, пробег на масле 10 тысяч километров, средняя скорость 44, 227 млч, топливо лукойл. Ну и посмотреть, что намерил прибор 66% по противоизносным присадкам, потихонечку срабатывается, гликоля нет, нитрование все в порядке, сажи, значит, 0,21%, низкий достаточно уровень, отлично работает топливная. Ну и здесь EGR отключен, и, значит, движение преимущественно по трассе, скорость высокая очень. Так, кислотное 2,64, чуть-чуть подрастает. Вот, и щелочное 5,8, тоже еще есть запас, посмотрите, мало воды, 94 ppm. То есть масло в хорошем состоянии еще, еще поработает. Так, следующим этапом сейчас сравню вязкость данного масла. Вот видите, на баночке, которая сейчас лежит, троечка стоит, это третий образец, он так и подписан был у Александра, третий и четвертый образец. Вот видите, здесь свежие, 3-4 и образец, значит, отработки номер 3 с пробегом 10 тысяч километров. Так, сейчас сравним, посмотрим, в принципе, трасса, воды мало, но, тем не менее, есть разжижение. Видимо, все-таки попадает, значит, топливо в масло. Вот такая картина. Ну, я думаю, что процентов на 40, наверное, разжижено от максимального уровня до красной, значит, области. Так, следующий образец, видите, подписан четверка. Это у нас такой же Vianna, только 13-го года, чуть свежее. Мотор такой же, EGR тоже отключен, 9 литров масла. Пробег 155 тысяч километров, отличие, в два раза меньше пробег. Пробег на масле на данном автомобиле 15 тысяч километров. Примерно это составляет 340 моточасов, но это по средней скорости я посчитал. Средняя скорость такая же, 44. Ну, и топливо, Роснефть, посмотрите, противоизносные практически так же. Значит, там 66, здесь 68. Чуть-чуть выше нитрование. Чуть-чуть, здесь даже лучше аппаратура работает, топливная. Посмотрите, там 0,21, а здесь 0,25, но на 50% больше уже пробег на масле. Чуть выше кислотное, 2,87 и чуть ниже щелочное, 4,6. Ну, и воды 270 ппм. То есть, ну, так же видно, что это трассовый пробег, что масло работает в таких хороших режимах. Выпаривается там и вода, и вот. Ну, тоже запас еще у масла есть. Не такой большой, но тем не менее есть. Так, и давайте посмотрим, что у этого масла с вязкостью из данного автомобиля. Так, закладываю свежую отработку. Номер 4. Так она подписана была у Александра. И посмотрим. Ну, понятно, моторы хорошо работают. Во-первых, дизельные, более лояльные, видимо, более холодные. И большой объем картера. Да, здесь тоже присутствует разжижение, но не такое сильное. Чуть-чуть меньше, да, уже я, наверное, оценил это в треть, а может быть, чуть меньше. Здесь получше ситуация. Ну, пробег меньше. У машины, может быть, с этим связано. Все-таки чуть получше топливное. Да, не забывайте отметить видео, поставить палец вверх, подписаться, кто не подписался. Ну, и нажимайте колокольчик. Если хотите получать уведомления, так вы поможете продвижению канала. Ну, и традиционно оценка ресурса. Значит, смотрите, первый образец слева и второй справа. И посмотрите, какая картина. Обалдеть, удивительная, что разница по прогнозу всего 8 моточасов между первым и вторым. То есть, примерно можно, я бы так сказал, что примерно ресурс данного масла вот такой. Значит, 8 это у нас примерно, да, это менее 2% разница, представляете, да. По нитрованию у первого даже получше автомобиля ситуация. 1600 моточасов, у второго чуть хуже, ну, незначительно. Ну, вот по вязкости, да, видите, да. Значит, автомобиль 2013 года меньше, меньше налил. Ну, видимо, все-таки топливное здесь, как бы, играет роль. Потому что в первом автомобиле это 0,21. Если бы мы сюда добавили еще 5000 пробега, скорее всего, и показатели и сажи были бы выше, и, значит, ну, топливное. Ну, тем не менее, разница между автомобилями двухкратная, по пробегу минимум двухкратная, я бы так сказал. Потому что написано, у первого, одиннадцатого года Vianna 300 с тремя плюсами. По аналогии с прокладками женскими. Шутка. Ну, вот, а второй автомобиль 155 тысяч километров. Ну, здесь, скорее всего, скорее всего, можно уже говорить, что плюс-минус понят ресурс данного масла. Четыреста пятьдесят четыреста восемьдесят минут часов. Как бы, вот такая ситуация. Масло неплохое, но было бы интересно, вот, сравнить с лукойлом из прошлого видео, если бы он так же откатал, хотя лукойл, скорее всего, хотя лукойл, скорее всего, ну, да, чуть меньше там, по-моему, показатели, хотя нет, сопоставимые были тоже всем с чем-то, и щелочной, и, так, секунду, я посмотрю, сейчас тут в записях. Так, а, нет, там восемь и семь и один пятьдесят шесть, возможно, даже лукойл бы и мог отработать получше. Вот, вот такая картина, вот такой получился тест. Благодарю Александра за предоставленные образцы, за поддержку канала. Всех, кто посмотрел данное видео, благодарю за это. Пишите комментарии, значит, берегите себя и близких. Увидимся в следующих видео, ну, да, и, конечно, мира. Пока!